Я продолжу без видео, прошу прощения, но вам все равно стоит смотреть не на меня, а на работы студентов, когда я буду демонстрировать экран. И начну я с того, что вот это второе направление так называемого средового дизайна или дизайна городской среды появилось в школе относительно недавно. В прошлом году был первый выпуск по этой специализации. И с точки зрения формальной по записи в дипломе они не отличаются. И там и там написан дизайнер, код специальности один и тот же. И вот это деление, оно сугубо внутреннее, но при этом существенное. Потому что на самом деле, и вы должны это понимать, на отделении средового дизайна нас учат, конечно же, архитектуре. О архитектуре в ее современном понимании, когда, в общем, в профессиональной среде существует консенсус, что архитектор это не про проектирование домов, а про проектирование именно среды обитания человека. И вот здесь я перейду к демонстрации экрана и расскажу кратенечко про то, что такое эта специальность в принципе и дальше, как мы этому учим. Так, сейчас, одну секунду. Итак, глядим. Вот перед нами некая картина среды нашей окружающей действительности. И эта среда, которую мы здесь видим на этом слайде, она включает в себя как фрагмент природной среды, так и фрагмент антробогенной среды, измененной человеком. А дальше начнем сначала, что мне не будет прокручивать экран, да? Да, будет. Начнем сначала об ОВА и зададимся вопросом, что такое архитектура. И здесь подразумевается то, что этот вопрос задается аудитории, аудитория отвечает. Но я, с вашего позволения, сыграю здесь на обеих сторонах доски. Скажу вам, что на вопрос на этой картинке, является ли изображенная на ней архитектурой, все уверенно отвечают да. На вопрос, является архитектурой вот это, многие уже начинают испытывать сомнения. Хотя без сомнения. Конечно же, это тоже произведение архитектуры, только непрофессиональное. И, наконец, возвращаясь к первой картинке, я берусь утверждать, что вот это шоссе, ведущее в никуда, это тоже произведение архитектуры. Потому что архитектура, на самом деле, это любое человеческое вмешательство в природную среду. Вот здесь есть определение, которое мне очень нравится. Архитектура – это искусство и наука. Важно, что это и то, и другое. Создавать здания и сооружения, а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. И вот это, собственно, и есть ответ на вопрос, почему так называемый средовой дизайн и архитектура – это одно и то же. Сошлемся на авторитет, на архитектурном бьеннале в Венеции в позапрошлом году. Основной темой было сделано свободное пространство, его дизайн. И, в общем, в профессиональной среде также есть консенсус по поводу того, что человечество построило, скорее всего, достаточно. И, скорее всего, лучше уже строить поменьше. А каким-то образом обживать, препарировать и переделывать из раза в раз под возникающие новые вызовы пространство и сами уже построенные здания, относясь к ним как к рельефу. Вызовы эти глобализация, увеличение продолжительности жизни, рост численности населения, рост городов, урбанизация, загрязнение окружающей среды, цифровизация экономики, роботизация производственных процессов и то, что мы живем в эпоху экономики впечатлений. И вот мы учим в школе дизайна на отделении дизайна среды студентов отвечать на вот эти вызовы, проектируя ту самую среду обитания нас с вами. Я некоторые слова буду проматывать. Значит, очень важно понимать, что архитектура и дизайн — это искусство. И это такая программная вещь. У нас как-то пока еще на сайте школы вы не встретите манифеста, но мы над этим работаем. И в целом наша позиция состоит в том, что, несмотря на то, что это прикладная область, это тем не менее искусство. Ну, тут есть ряд ответов на вот эти вот вызовы, но мы лучше посмотрим на картинки. Вот это объект из парка Никола-Ленивец, который я всем в обязательном порядке советую посетить, вне зависимости от того, станете вы студентами нашей школы или нет, но в который студенты нашей школы ездят на экскурсию обязательно или даже на какую-нибудь практику. Это объект, который является шедевром средового дизайна, потому что он, с одной стороны, фантастическим образом при очень простых средствах, которыми он сделан, меняет среду вокруг себя и фантастическим образом погружает вас в среду внутри себя. То есть это шедевр как интерьерного дизайна, так и ландшафтного одновременно. Вот это иллюстрация на тему работы с контекстом и существующими постройками, одновременно на тему цифровых технологий как важнейшего инструмента. Это здание, спроектированное Захой Хадид, построенное по ее проекту в Роттердаме. Во-первых, как видите, является надстройкой над существующим историческим зданием. Во-вторых, оно не могло бы быть сделано без применения цифровых технологий. И здесь речь не только о использовании компьютера как инструмента черчения, но прежде всего о компьютере как об инструменте проектирования, потому что это здание спроектировано параметрическими методами с использованием возможностей искусственного интеллекта. Этому мы тоже стараемся учить. Вот это пример также работы с историческим зданием как с основой, но еще это иллюстрация к такому тезису, как экономика впечатлений. То есть здесь современные средства строительства позволяют поставить во главу угла не функцию, а то впечатление, которое производит постройка на зрителя. Ну, примеры такие есть и в нашем городе. Это вот зал Зарядья. Очень важна работа с историческими параллелями, с архетипами, и этому всему мы тоже учим. И вот Екатерина многократно сказала, говоря про свою специальность, о том, какой курс этот практически ориентированный, и как важно, и Дарья тоже это сказала, как важна практика и подготовка к практической деятельности. А я скажу, что в школе все-таки бесконечно важна теория. И мы стараемся этому тоже научить, в том числе разбирая шедевры современных архитекторов и дизайнеров и объясняя, раскладывая по позициям, почему именно они производят такое впечатление. Теперь я покажу работы непосредственно студентов. И покажу я их вам на видео. Это шоу Reel, который мы сняли с моей группой четвертого курса бакалавриата по результатам работы в осеннем семестре. Весной они занялись уже дипломным проектом, а осенний семестр на четвертом курсе мы посвятили тому, что сделали два упражнения. Так, идет демонстрация? Идет. Ну, здесь немножко долгие титры для того, чтобы все могли прочитать авторов. Сейчас, вот, погнали. Значит, мы сделали с ними такую вещь, это к вопросу о важности теории, как задание на тему цифровой ландшафты. Каждый студент получил в качестве задания картину какого-нибудь художника 20 века и спроектировал пространство по ассоциации с этой картиной. То есть это важно, да? Это не перевод в 3D того, что мы видим на полотне художника, а это использование эстетики языка этого художника для создания собственного авторского проекта дизайна среды. Среда это фантастическое, все это сделано в разных программах цифровой симуляции реальности. И все это не просто видео, снятое, а это можно посмотреть в очках, в VR-очках и походить по этой сцене, заглядывая в каждый ее уголок. Это очень важно для обучения, потому что это позволяет полностью симулировать тот результат, который вы получите в конце, да? Поставить себя на место потребителя к вопросу о связи с практикой. То есть, казалось бы, это совершенно оторванная от жизни задача, на самом деле она более чем жизненная, потому что она учит правильные методики. Почему мы берем картины? Почему мы создаем фантастическое пространство? Потому что архитектура и дизайн – это искусство, и мы вообще хотим, чтобы студенты играли. Играли в это все в процессе обучения, и главное, привыкли к мысли, что и когда они перейдут на взрослую работу, они тоже не должны переставать играть. Потому что, конечно, самое главное – это получать удовольствие от своего творческого процесса. И если это так, если в процессе автору было интересно, и он удовлетворен результатом, он сделал это с удовольствием, то тогда и только тогда удовольствие получат и потребители, которые попадут потом в это пространство. Тут много разных примеров, наверное, это можно немножко промотать. Ну вот, например, была взята картина Кандинского, которая называется «Полосатая», и зрители в VR-сцене попадали в сменяющееся пространство, черно-белое. Вот эти объекты, некоторые из них можно было проникать насквозь, некоторые останавливали наше движение. Значит, почему это еще важно? Потому что в нашем современном цифровом мире среда существует не только материальная, и мы хотим для наших выпускников оставить открытой, например, такую возможность, как гейм-дизайн, как работа сценографа, художника, кино. Потому что, как вы понимаете, в современном кинематографе все больше и больше той среды, в которой разворачивается действие, смоделировано в компьютере. И если хотя бы на секунду задуматься над тем, кто это делает, то вы со всей очевидностью поймете, что это делают архитекторы. И в США до трети хороших выпускников ведущих архитектурных школ рекрутирует Голливуд. Поэтому вот такая неожиданная форма приложения своих компетенций, полученных здесь в этой школе, она тоже существует. Об этом мало кто задумывается на старте при поступлении. Так, ну, давайте перейдем к другому заданию. Так, другое задание у нас называлось условно «Игра в классиков». И состояло оно в том, что мы предлагали студентам взять какой-нибудь... Сейчас заканчивается первое задание, перейдем к второму. Предлагали взять эскиз какого-нибудь классика, на этот раз архитектуры, а не живописи. Причем правила были такие. Это эскиз, который заведомо не реализовался дальше ни в какой проект. И дальше студент должен был сделать из развитие этого проекта за автора. То есть в данном случае важно изучить все остальное творчество мастера, овладеть его изобразительным пластическим языком и выйти на следующую стадию проектирования. То есть если у нас есть только скетч, то дальше мы на его основе делаем 3D, делаем разные проекции, все то, из чего состоит проект. Вот такие вещи. Это, еще раз повторяю, учебное задание. Вот это тоже, например. Это проектирование среды, проектирование того пространства, в котором мы оказываемся. Что я хочу подчеркнуть. хотя на выходе многие из наших выпускников становятся в конечном итоге дизайнерами интерьера или ландшафтными дизайнерами, мы не учим раскладывать плитку. Вот это важно. Потому что мы хотим, чтобы выпускники школы начали дальше свою профессиональную биографию не чертежниками, не архитекторами нижнего звена на подхвате, а имея развитое творческое мышление, сразу попадали в группы, которые занимаются концептуальным проектированием и росли именно там, именно в этой области, что в общем является гораздо более эффективным для дальнейшего развития стартом карьеры. Мы я не могу сказать, что мы придумали это все сами, несмотря на то, что наш курс это авторская методика моего партнера Натальи Войновой и моя, но конечно же это все не высосано из пальца, мы ориентируемся на ведущие практики в архитектурном образовании, на такие школы, как Штедель Артшули в Франкфурте, Саярк в Лос-Анджелесе, Бартлетт и Эй-Эй в Лондоне, Пратт и Коламбия в Нью-Йорке. И у нас, поскольку наша дисциплина несколько моложе, чем графическая, у нас пока еще не было опыта коллабораций с этими школами, но мы держим это в голове, и по мере того, как всякие карантинные мероприятия в Европе будут сниматься, мы, конечно, хотели бы тоже своих студентов возить в такие же профильные поездки, как то, о чем говорила Дарья, пока это было только в отношении графиков. Мы регулярно выставляем работы наших студентов на выставках, и это важная часть продвижения студентов, то есть когда студент выпускается, мы беспокоимся о том, какого качества у него портфолио, и там не только хорошая работа, но еще и записи об участии в выставках, и в частности на Архмоскве, которая опять же в связи с всякими карантинными мероприятиями в этом году сместилась с июня сначала с мая, потом с июня на август. Будем надеяться, что в августе все-таки она произойдет и не в онлайн-формате, а в традиционном виде. Мы будем показывать тот диплом, который в данный момент заканчивают студенты четвертого курса. Милости прошу прийти туда и посмотреть, как это все будет. Спасибо.